Сказано так, мы принимаем, мне-то не два года, я 51 год сознательный, но с детства верующего, я 75-10 дней буду. И скажу, что на жизненном опыте, а я испытал очень много, пять тюрем прошел за Слово Божие, за Слово Божие, я катышем. И скажу, что и в лагере Господь благословил, не нарушил посты. И в тюрьме точно так же. И где только не было ничего, в больничный ходите, и там старался соблюдать, я православный. Мне говорят, а что это, отдельно кормить? Не надо отдельно, скоро Рождество, там пять дней будет. Они забегают, пять дней. Ну все, на воде сделали, кашлят, по-моему, прочее. Я маленький говорю, доверьтесь только Богу. Вы можете быть, если родители не верующие, с ними начать заниматься. Это можно еще сегодня, если они здесь рядом, можете прийти и мы побеседуем. А это просто для палочки, для фиксы, это ничего не даст. Вы пойдете и будете пресным, а на самом деле никакой роли вы не выполняете. Вторым родителям не будете, наставникам не будет. Ну не будет этого. А это все это пройдет. То, что вам родились, это уже похвально. Это нужно сказать, что те, которые хотят пресным быть, это очень редкий момент. Ко мне разные люди. Одна получилась у меня там из-за квартиры, из-за квартиры, из-за квартиры, так говоря, оттягают у нее. Ну, доверься Богу. Вот это, чтобы быть восприемником, это все пришло позже. И это не евангельское установление. Евангелия этого нет. Каждый должен прийти в сознательный возраст и обещать Богу. Но я как православный признаю крещение детей. Но вот об этом говорит Осипов, профессор Осипов Алексей Ильич. И говорит правильно. Об этом говорит отец Дмитрий Смирнов. Московский храм. Это правая рука патриарха Кирилла. И он говорит, я крестил, крестил, теперь я вернулся назад 25 лет. И не греху, и никого нет. Крестить у тех и быть восприемником, где родители верующие, и действительно они ходят в храм, они живут по-христиански и исповедуются, и причащаются. Вот тут определенно все говорят, и Осипов он не против, а говорит, что ну просто для проформы это делается. А потом вырастает он. Кого? Ну я крестил его, говорит он. А кто вырастет? Безбожий. Она девчонка была. И кто она? Она распутная девка. Я ее знаю, говорит. Что из этого? Обман. И обман уже не человека, а Бога. Мы говорим, что отрекается сатаной, никто не отрекается. И кто говорит и плюется, он отвернись и плюет на сатану при крещении, когда говорит. Быть восприемником – это и честь, и великая обязанность. Так что это только вы будете думать. Вот меня бы сейчас попросили быть согласен, не согласен. У меня крестников столько, и я ни на одного не влияю никак. Одни умерли, и умерли по пьянке. И доступа не было, они не хотели этого. Но я был маленький, меня оставили. И были такие, которые… Он вырос теперь, увлекся компьютерными играми. А это смерть. И он рехнулся совсем ума, из института выгнали. Дома нет, и наконец на наркотиках попался и сидит там. А у меня крестник, ничего путного с этого нет. А Бога никакого нет. Я встретился, ты же мой крестник-то. А мне это не надо ничего. Ну ладно, хоть не послал куда-то. И тоже, я старался помогать, как мог. И с матерью хорошее отношение. Она одна, без мужа. И все рассыпалось. Все в тебе. У Льва Толстого есть такое рассказ, он говорит, все в тобе. Вот отсюда надо начинать. Я жажду отречься самого себя. Взять свой крест и следовать за Господом. Я прошел Господа рождение свыше, с этого начните. А там, может быть, отложить пока. И когда вы это все будете знать, ощутите в себе. И тогда увидите, что это за родители. Тогда они думают воспитывать, нет. Неверующая семья или маловерующая не знают. Не надо вам быть восприемником, не надо. Это лишний груз и обман. Но его держите, этого человека, ребенка. И старайтесь воспитывать. И когда увидите, что приходит в возраст верующих, скажите, может ли его крестить уже пора. Вот как у католиков, там, мусульман, там, в 13 лет обрезывают. Это, ну, в 13 лет. Когда он придет в возраст. У нас принято, ну, как обрезан был, рот израильский, Абрам обрезал в 8-дневном возрасте. И ничего не понимают. Это лежит просто, как безбожники говорят, биомасса. Ну, мы верим, что это живая душа в него. Но соображать он не может. Но на уровне другом этот ребенок может ощущать. Ощущать. Потому что благодать Духа его касается, и он улыбается. И что-то с ним такое происходит, объяснений никакого нет. Это другой уровень. Там другой сакральный смысл заложен. Но если это то, что сейчас, когда приходят неприготовленные, дети кричат, что священник говорит, кричать Духа и Дорова, Святого Важа, это все ритуал. Ритуал, который ни к чему не приводит. А это таинство. Таинственное усыновление, перерождение. Вот что я могу сказать. Так что в воле вашей хорошо обдумайте. Но лучше отказаться. Лучше. Если там вы видите, что совсем не христианское, то и вам самим может надо крепко с собой залезть. В первую очередь, все это убрать лишнее. И начните с этого. Если русский человек, рубашка должна быть у вас вот, а вы посмотри, вот и башку. Вот, то есть, толстой фотография стоит, как... Так всегда были. Выступают какие-то ансамбли, позадские, какие-то у них поюса. Мы здесь люди или как... Даже внешние. Как это внешние? Внешнее проявление внутреннего. А может, дети везде много померить, лезть, вот в поясе, в сапогах. А может, с вами стерилизоваться? Это типовый человек. Я ничего не знаю. Это образ моей жизни. Я просто так живу. А не там, японцы там. Там, я саможеств, это между собой. Я доверяюсь Богу. И Бог делает так, чтобы не к чёрности своей, доверяю людей. А я могу подделать, смещение, отмечаться от того, вот образа моего христианина. Вот так должен. Борода не только, это пояс. А чем я буду? Вот только это рука, и он уже здесь. Чтобы кто-то посмотрел, посмотреть, сходи на крыше. Видишь, там, волосы у него головы не длинные. То есть, полностью у воскресенья. Вот сказали ему, вы делаете замечание. А можно ли у него сделать? Я не в похвалу. Не могу сделать. Сухой, прозрачный, причастник вот этого воскресенья. Я смотрел и радовался, тем более, с такие знания, так, петь, крюковое пение, это вообще выходной день. Он мог в другом месте где-то быть. Он пришел сюда. У тебя об этом говорили таким? Он восприемником хочет быть. Вот просто можете поговорить. Вот, посажайтесь подружек. Это он волос стоит перед вами. Так, я пошел. Хранили Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин